На самом деле у ChargerPT есть много крутых функций, которые мы почему-то игнорируем и не используем. В этом видео я вам покажу 7 крутых функций, которые я ежедневно практически использую в ChargerPT и почему, на мой взгляд, ChargerPT является лучшим искусственным интеллектом. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача — это помочь предпринимателям, блогерам, маркетологам, фрилансерам упростить свою жизнь, работу, бизнес с помощью искусственного интеллекта. Ну и экономит на этом огромное количество времени и денег. Как вы видели, на моем канале огромное количество видео, посвященное именно ChargerPT. Меня спрашивают, почему ты не используешь тот же Copilot, почему ты не используешь тот же Яндекс.Джи.Петти от компании Яндекса, почему ты не используешь Gemini от Google, который совсем недавно появился и уже завоевал там небольшую популярность. Я вам в этом видео расскажу о 7 функциях и покажу, как они работают, соответственно, на деле. Для того, чтобы вы поняли, что ChargerPT сегодня один из самых лучших искусственных интеллектов и почему я использую именно его и плачу платную подписку. И первая функция, которая мне больше всего нравится в ChargerPT, это не совсем как бы ChargerPT, то есть не в классическом виде, как мы, соответственно, с ним привыкли работать. Это так называемая функция API, то есть мы переходим на сайт компании OpenAI, переходим в свой профиль и здесь есть возможность интегрировать ChargerPT куда угодно. Мы сейчас его активно интегрируем в различные чат-боты, то есть он у нас уже проработал в Инстаграме, то есть в моем профиле Инстаграм. Он отлично работает в Telegram, он отлично работает в качестве ассистента на нашем сайте, то есть в качестве службы поддержки. Он отлично работает в качестве куратора на наших обучающих каких-то программах, то есть мы его интегрируем сейчас куда только возможно. И все это благодаря тому, что ChargerPT у них есть возможность подключить ChargerPT, неважно, там 3,5, 4 версию, куда угодно. Я вам сейчас покажу на примере Telegram, как, соответственно, мы, как он интегрированный и что он делает. Смотрите, у меня есть канал в Telegram, куда я ежедневно практически публикую различные материалы, посты. И, соответственно, люди, когда читают этот пост, им не всегда что-то понятно и что-то ясно по этому посту. И мы внедрили искусственный интеллект в мой Telegram-канал. Значит, смотрите, что он делает. У нас есть закрепленное сообщение в Telegram-канал и здесь есть такая фраза, как «АИ-помощник». Вы можете кликнуть, перейти в этот АИ-помощник, нажать кнопочку «Старт» и тут же включится тот самый ChargerPT в качестве помощника моего Telegram-канала. Ему можно задать какие угодно вопросы. Например, узнать, кто он. И он буквально за несколько секунд нам отвечает. «Привет, я личный помощник предпринимателя и блогера Игоря Зуевича. Чем я могу вам помочь?» Спросим, например, что он умеет делать. И сейчас он нам за несколько секунд, соответственно, может подсказать, что он умеет делать. Мы таких помощников сейчас внедряем на базе искусственного интеллекта в обучающие программы в качестве куратора, в качестве службы поддержки. У меня такой помощник есть для моих дочерей, которые могут обращаться не без всяких VPN, просто со своего телефона обращаться к полноценному ChargerPT 4 версии, если им что-то непонятно, например, по урокам. То есть они его спрашивают, он им подробно объясняет, и все это без каких-либо сложных заходов на сайт, включения VPN. То есть такой помощник работает прямо в Телеграме, и это очень удобно. Он может продавать наши товары, наши услуги, он может общаться, он может поддерживать диалог, он может вовлекать, он может... У него все практически функции, которые есть в ChargerPT, но, конечно же, каждый из помощников у нас интегрирован и обучен на сотрудничество. Соответственно, свою задачу. Это очень удобно, и совсем скоро я, как бы, наверное, это вижу, что такие помощники будут появляться как можно больше в Телеграм-каналах. Соответственно, вы ему можете задать вопрос, не уходя с Телеграм-канала, с Телеграм-канала. За счет этого у вашей аудитории повышается вовлеченность, соответственно, к вашему Телеграм-каналу, и, соответственно, у них есть такая возможность пообщаться с настоящим искусственным интеллектом, не уходя никуда. Ну и также вы можете создать таких помощников для того, чтобы быстренько решать какие-то задачи, если у вас в данный момент не подключен VPN. Очень удобно, поэтому функция номер один, которую я активно использую, рекомендую всем использовать, это подключать ChargerPT куда угодно и обучать его, и он будет выполнять ту роль, которую вы, соответственно, хотите. Вторая возможность, которая есть в ChargerPT, которая мне просто, я не знаю, она сократила время работы с ChargerPT до как бы минимума за счет того, что у нас есть возможность подключать так называемые пользовательские инструкции в ChargerPT. То есть мы можем не писать вот эти вот долгие промпты, представив, что ты являешься таким-то, таким-то специалистом. Нет. Мы просто заходим в настройки и заходим в пользовательские инструкции ChargerPT и вводим сюда ту роль, которую, соответственно, ChargerPT должен выполнять. В настройке, как бы вы хотели, чтобы он отвечал, мы вносим информацию, как бы мы хотели получать от него ответ, то есть в какой тональности, в какой манере разговора. И за счет этого у нас сокращается время его предварительного обучения. То есть, грубо говоря, мы ввели две пользовательские инструкции, и теперь наш ChargerPT выполняет ту необходимую роль, которая нам нужна. И не надо его долго объяснять, долго ему что-то объяснять и что-то от него требовать. Плюс такие пользовательские инструкции позволяют усиливать, например, GPT-агентов, которые есть в ChargerPT. И за счет этого система, то есть ChargerPT, как искусственный интеллект, он понимает, что мы от него хотим, какую роль он должен выполнять. Это очень удобно. У нас в нашем телеграм-канале есть больше 200, больше 250 различных пользовательских инструкций, которые мы можем, соответственно, использовать в ChargerPT. То есть он может быть фитнес-тренером, куратором, экономистом, аналитиком, SEO-специалистом, специалистом по коротким видео, специалистом по питанию, нутрициологом, астрологом. То есть кем угодно. Мы просто вводим пользовательские инструкции, которых у нас больше 250-200 штук, будет около 300, наверное, штук. И, соответственно, ChargerPT тут же выполняет ту роль, которую мы ему задаем. Это капец как удобно. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе «Описание», ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал и конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге, в личной жизни. Третья функция, которая просто разрывает мозг, это возможность общаться с ChargerPT голосом. То есть мы устанавливаем приложение ChargerPT. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как его установить. Нужен хороший VPN и, соответственно, немножко почитать несколько инструкций. Значит, дальше мы включаем ChargerPT и мы подключаемся к возможности разговаривать с ним голосом. Я сейчас недавно переустановил ChargerPT и, соответственно, нам нужно выбрать тот голос, который мы хотим. И, соответственно, после того, как мы включаем возможность разговаривать с ним голосом, мы можем задать вопрос на любой, то есть любой вопрос, и он найдет нам быстро ответ. Это очень удобно, когда вы едете в машине. То есть включили, разговариваете с ним и без проблем он вам будет отвечать. ChargerPT, скажи, что ты умеешь делать? Несколько секунд буквально он думает. Я могу помогать с разнообразными вопросами и задачами. Вот, есть? Например, я могу предоставлять информацию на общие темы, помогать с написанием текстов, объяснять сложные концепции, давать советы по определенным областям знаний и многое другое. Если у вас есть конкретный вопрос или задача, попробуйте задать его. Я постараюсь помочь. Круто. Причем мы можем включить заранее пользовательские инструкции в веб-версии для того, чтобы ChargerPT в нашем телефоне выполнял именно ту роль, которую мы хотим выполнять. Поэтому использовать ChargerPT в своем мобильном телефоне и разговаривать с ним голосом, а потом еще видеть всю транскрибацию нашего с ним разговора. Это функция, которую я рекомендую всем использовать. Следующая функция, которая мне нравится, которую я использую, это возможность искать информацию в интернете. Смотрите, если мы спросим, да, у ChargerPT, он нам часто отвечает, что у него базы, то есть базы примерно до 2023 года, если не ошибаюсь. То есть его база знаний включает в себя информацию до 2023 года. Но если мы ему попросим зайти в интернет и найти какие-то популярные статьи, например, за какой-то период времени, он без проблем подключается к интернету и, соответственно, отвечает на наш запрос. Зайди в интернет и найди популярные статьи про искусственный интеллект за период с 1 февраля 2024 года по 10 февраля 2024 года. Соответственно, он нам дает, мы можем попросить там 3, 5, 7 популярных статей, можем перевести весь этот текст. И здесь же он дает нам ссылки на, соответственно, эти статьи, которые он нашел в интернете. И мы здесь можем, соответственно, уже прочитать эти статьи и полностью, и узнать какую-то свежую информацию. Поэтому ChargerPT с функцией поиска в интернете, это одна из самых крутых вещей, которые есть. Конечно, есть perplexity, которую мы также используем, но ChargerPT позволяет все это делать в рамках одного окна. Следующая функция, которую я активно использую в ChargerPT, это возможность анализировать картинки. Так как я занимаюсь маркетингом и так как я постоянно провожу анализ различных рекламных кампаний, я просто вберу, выгружая те рекламные кампании, которые, соответственно, мне, например, понравились, либо которые меня заинтересовали, и, соответственно, прошу ChargerPT доработать эту рекламную кампанию. Например, смотрите, я просто в Яндексе первую попавшуюся рекламную кампанию нашел, сфотографировал ее, и здесь я могу попросить ChargerPT описать это изображение. Сначала он нам дал какое-то описание, соответственно, дальше мы его просим. Опиши подробно это изображение. Это реклама. Что, по твоему мнению, не хватает этой рекламе? Что бы ты дополнил, и как бы ты усилил эту рекламу? Соответственно, он нам сейчас описывает этот рекламный баннер и дает рекомендации, как мы можем, соответственно, усилить эту рекламную кампанию. Значит, он, во-первых, рассказывает полностью картинку, но здесь картинка немного не соответствует, соответственно, тексту, но, тем не менее, он рассказал, что он видит на картинке, дальше он написал, что он видит на тексте, очень подробно написал, он дал ссылку на сайт, соответственно, и дальше он рассказывает, как бы он усилил эту рекламную кампанию. Я в свое время, когда только начинал записывать, ну, не только начинал, я посмотрел на свое видео, мне не совсем нравилась картинка, соответственно, я им после этого сфотографировал, как выглядит, соответственно, это студия, и отправил в чат GPT, сказал, попросил его правильно расположить источники света, для того, чтобы картинка была лучше. И он мне подробно, в подробностях рассказал, как мне усилил улучшить свою картинку, как мне расставить свет для того, чтобы улучшить свою картинку. Я считаю, что картинка немножко стала лучше. Соответственно, следующая функция, это использование изображений, и работа с этими изображениями, это одна из лучших функций в чат GPT, особенно в рекламных кампаниях. То есть, я вижу огромное количество рекламных кампаний в Телеграме, закидываю в чат GPT, у меня есть даже отдельное видео на эту тему, и чат GPT мне, соответственно, рассказывает, что бы он улучшил в той или иной рекламной кампании. Есть ли вероятность на то, что на эту рекламную кампанию кликнет человек и, соответственно, совершит то целевое действие, которое необходимо владельцу этой рекламной кампании. Я, конечно, не буду вам говорить, что чат GPT – это один из самых крутых редакторов, где можно сделать фотоизображения, и они будут реально классные. На самом деле, я использую Midjourney для этой цели. То есть, если мне нужно какое-то изображение, у меня есть платный аккаунт в Midjourney, и, соответственно, я там генерирую все свои изображения. Но в чат GPT я также использую Dali. Но для каких целей? В основном это какие-то презентации. То есть, я готовлю презентацию, и мне в рамках одного окна, чтобы долго не придумывать какие-то промпты для Midjourney, чтобы долго не работать с разными сайтами, я в рамках одного окна могу быстро сделать себе изображения, которые будут подходить под мою презентацию. Как это выглядит? То есть, сейчас чат GPT нам, соответственно, сгенерировал презентацию. Там самая банальная презентация, которая… Самый банальный промпт, который пришел в голову – это придумайте PowerPoint-презентацию на тему искусственный интеллект в маркетинге. Соответственно, он нам сгенерировал презентацию, расписал все по слайдам. У меня есть подробное видео о том, как подробно делать хорошую презентацию с помощью чат GPT. И теперь нам необходимо сгенерировать изображение. И сгенерировать изображение для слайда номер один. Это титульный слайд. Название «Искусственный интеллект маркетинга». Ваше имя, должность, дата презентации. И теперь он буквально за несколько секунд в рамках одного окна. То есть, нам не нужно было придумывать какой-то промпт, что-то думать. Он сейчас сам на основе… Ну, здесь, конечно, мало информации. Вот, когда мы делаем большую презентацию, там больше параметров. И исходя из этих параметров, он сможет лучше сгенерировать изображение. Но здесь в рамках одного окна мы можем быстро сгенерировать какое-то изображение. Либо, если мы запускаем какую-то рекламную кампанию, мы также пишем, создаем с ним тексты, заголовки для этой рекламной кампании, призывы к действию. И уже исходя из этих данных, он нам генерирует изображение для этой рекламной кампании. Ну, здесь он не совсем понял. Он понял, что нужно сделать полностью слайд, как он должен выглядеть. Соответственно, таким образом сделал. Потому что мало данных, но если бы данных было чуть больше, он бы нам просто сделал картинку, которую мы просто вставляем в PowerPoint, выбираем в PowerPoint возможность использовать конструктор и с помощью искусственного интеллекта в PowerPoint соответственно делаем так красивый шаблон презентации, который нам нужен. Поэтому возможность использовать DALI в рамках одного окна в чат GPT, это одна из самых крутых функций. Следующая функция, от которой я фанатею, это функция возможность работать в рамках одного чата сразу же с несколькими GPT-агентами, GPT-помощниками. Значит, как это выглядит? Смотрите, у нас, например, есть GPT-агент, с помощью которых мы сделаем, делаем описание к видео, подбираем ключевые слова, работаем, соответственно, с YouTube-видео. В рамках этого чата мы можем добавить сюда каких-то дополнительных GPT-агентов, например, GPT-агента DALI, либо GPT-агента по созданию сценариев, либо GPT-агента по работе с диаграммами. То есть мы можем сюда добавить любых дополнительных GPT-агентов и в рамках одного чата общаться сразу же с несколькими GPT-агентами. Например, нам нужно создать сценарий, мы работаем с GPT-агентом, в который загружены уже сценарии наших роликов, сценарии наших видео, но при этом нам необходимо сделать какой-то крутой заголовок, либо какое-то крутое изображение. Мы просто добавляем в наш чат дополнительного чата GPT-агента, либо мы работаем с какими-то данными, и нам нужно на основе этих данных построить диаграмму. Мы добавляем в рамках одного чата GPT-агента и начинаем с этим GPT-агентом общаться, и он уже видит всю историю нашей работы с предыдущим GPT-агентом. Потом просто его закрываем и возвращаемся к следующему GPT-агенту, к своему первому. Это очень удобная функция. Я об этом подробно рассказывал в видео про то, как я делал себе план питания и план тренировок для того, чтобы сбросить вес. Я там общался с GPT-агентом по фитнесу и потом отдельно подключил GPT-агента-нутрициолога, который... И он видел... GPT-агент по питанию, он видел, соответственно, что мне советуют, какие физические упражнения мне необходимо сделать для того, чтобы я получил максимальный результат. Это очень удобная функция, которая есть на данный момент только в чат GPT, нигде в других сервисах, нейросетях ее просто нет. Это те 7 функций, от которых я просто фанатею в рамках чат GPT. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Подпишитесь на канал, переходите в Telegram-канал, там все есть инструкции, промпты и дополнительный материал. Потестите моего бота. С вами был Герезуевич. Пока.